Сегодня на ваших глазах родится рецепт перечной настойки или перечной водки, не путать с перцовой, ну или не родится. Делаю я это первый раз, но в конце видео вы обязательно узнаете результат и мое мнение. Присоединяйтесь, поехали! Водка на черном перце В следующем, что берется 750 мл водки, берется, внимание, 50 грамм черного перца, после чего перец этот слегка бланшируется на сковородке, на сухой, естественно, раздавливается и добавляется в водку. Настойка делается изумительно быстро, буквально за 2-4 часа ваша перечная настойка или водка на черном перце готова. Так вот, я никогда не решался повторить этот рецепт именно из-за количества черного перца. Но недавно, когда я бродил по очередному супермаркету, я увидел вот такую вот упаковочку. Это смесь перцев. Написано 100% натуральный продукт без ГМО, ароматная. И с обратной стороны я прочитал следующее. Значит, состоит она из 4 видов перца. Черного, белого, зеленого и розового. Аромат перечный, со свежими, теплыми, древесными нотами. Вкус острый перечный. И мне сразу пришла в голову мысль, а почему бы не сделать вот эту вот настойку на черном перцем, только используя вот такой вот ингредиент. Значит, всего в этом пакете 15 грамм. Здесь у меня 1 литр дистиллята самогона, 40% спиртозности. И я решил вот именно 15 грамм использовать. И сегодня вот первый раз сделаю на ваших глазах этот рецепт в конце видео. Я, конечно, продегустирую и расскажу вам свое впечатление. Во всяком случае, будете точно знать, повторять вам этот рецепт или лучше не надо. Приступаем к практике. Значит, я сейчас вскрываю вот эту вот смесь перцев и отправляю на сухую сковородку. Значит, задача этого этапа буквально поджарить перец, ну, буквально несколько секунд. Для того, чтобы все ароматы, которые он в себе содержит, начали высвобождаться. Я разогрел сковородку, над сковородкой уже жар, и вскрываю вот эту вот смесь наших перцев. Смело засыпаю на сковородку. Вот какое количество 15 грамм. Еще что-то осталось. И теперь я слегка их обжарю для того, чтобы получить именно аромат. Делается это достаточно быстро, как я сказал. Нам наша задача просто освободить аромат. Соответственно, несколько десятков секунд, я думаю, хватит. Сейчас будем нюхать. Вот. Запах уже идет. Да, неплохо. И я выключаю. Теперь все высыпаем в ступку. Берем пестик и разминаем. Это все делается, чтобы наш перец как можно быстрее отдал свой аромат. Вот аромат уже пошел достаточно сильный. Это чувствуется. Значит, мы с вами пока на правильном пути. Теперь шаг второй. Берем наш дистиллят. Кстати, можете использовать водку. 40 градусов без вопросов. Только водка должна быть качественной. И отправляю в наш дистиллят вот эту нашу прекрасную смесь, которая уже благоухает своими изысканными ароматами. Вот и все. Значит, теперь задача наша набраться терпения. Настойка эта будет стоять от 2 до 4 часов, ибо перец очень хорошо отдает свой аромат самогону или водке. И спирт вытянет достаточно быстро все ароматические вещества из нашего ингредиента. Через 4-4 часа я ее профильтрую, и мы с вами будем дегустировать. И вот что у нас получилось. Я два раза профильтровал. Тем не менее, как видите, наш напиток несколько мутноватый. Приятного такого, я бы сказал, чайного цвета. Но мне кажется, если эта бутылка остается в погребе, там 7-10 дней, весь этот осадок осядет, и бутылка будет более прозрачной. Вот. Ну, теперь давайте мы приступим уже непосредственно к дегустации. Ну что ж, 25 грамм наливай. Прикольно, да? Классный подарок для взрослых дяденек. И также антураж для вашего застолья. В общем, развеселит. А мы вернемся к дегустации. Итак, запах. Вы знаете, ярко выраженный перечный запах. Чувствуется, что напиток острый. Вы думаете, я не знаю, что такое 15 грамм перца горошкового на 1 литр самогона. Прекрасно знаю. Но я точно так же знаю, что 50 грамм на 750 миллилитров – это вообще перебор. Вы знаете, очень приятный перечный запах на самом деле. Вот такой букетный, и запах действительно мне нравится. Пробуем. Жжет, однако. Значит, когда глотаешь, чувствуешь действительно некий букетный запах. Потом начинается жжение всей ротовой полости, и вот этот букет исчезает. Это мне не очень нравится. Прямо скажем, ох, блин, зараза. Сильна, сильна. Ничего не скажешь. С мороза такую рюмашку и, в общем-то, и в люлю, и никаких болезней, никаких коронавирусов не будет. Так. Значит, знаете, вот на данный момент я не могу сказать, уважаемые зрители, что я вам рекомендую этот напиток. Очень он жжет. Это, может быть, кому-то и понравится. Вот до сих пор я чувствую вот это вот жжение. Мне не понравилось то, что вот этот букетный запах, который присутствует в аромате, когда вы его вдыхаете, он практически отсутствует, когда вы пробуете эту настойку или, так сказать, перечную водку. Поэтому, знаете, вот что я сейчас сделаю. Я сейчас просто, наверное, разбавлю ее самогоном 50 на 50. И снова отведаю. И тогда скажу еще раз вам свое мнение. Итак, я ставлю на пустую бутылку воронку. Ну, начну я, наверное, с этой нашей настойки. И залью себе, да, ну, где-то вот чуть меньше половины бутылки. И сюда же я отправлю самогон. Кстати, цвет появляется более прозрачный, видите, да? Ну, вот где-то так. Где-то так. Уже цвет изменился. Ну что ж, давайте отведаем этот напиток. Цвет чуть-чуть изменился, прозрачность появилась чуть больше, как видите. Это тоже хорошо. Запах. Вот, вы знаете, запах аромата, вот этот перечный аромат, он остался. Пробуем. Вот, вот. Вот это то, что я уже действительно могу сказать, уважаемые зрители, рекомендую. Острота осталась, но вот этот вот аромат перца, некий такой древесный, букетный аромат, он чувствуется больше. Он чувствуется, когда вы берете в рот, потом идет жжение, потом на выдохе, вы снова чувствуете вот этот аромат. Но, как размешать или разбавить такой напиток, я бы оставил уже на ваше усмотрение, потому что вполне возможно. Такой бутылочке для того, чтобы разбавить самогоном, достаточно будет и одной трети. Это уже по вкусу. Это первое. Второе. Вот первоначальный вариант, который был, да, сразу 15 грамм, все прочее, да, вот из этой, а нет, вот из этой бутылки, уже взбиваюсь. Вот. Я хотел бы сказать, что он, наверное, очень подойдет к коктейлю Кровавая Мэрия. Как раз вот туда заливается рюмочек самогона, перцового, и потом, значит, уже все остальные ингредиенты. Как готовить этот коктейль, ссылочки сейчас появятся на экране. Ну, а вам, что могу сказать, уважаемые зрители, рецепт интересный, достойный, вашего внимания, но 15 грамм это достаточно много. Вы получите очень концентрированную такую жгучую перечную настойку, которая будет и иметь свой букет, и иметь вкус, но которая будет уходить за жгучестью. Для того, чтобы ее не было, варианты решения этого вопроса я уже оставляю на ваше усмотрение. И спасибо ребятам, которые подогнали такую вот машину под названием наливайка, или еще как ее называют. Действительно прикольная вещь. Ссылочку на нее, уважаемые зрители, я оставлю в описании к данному видео. По-моему, в качестве подарка самогонщику, да и любому мужчине, она будет действительно строчку. Ну, а на сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей. Да, и не забудьте подписавшись нажать на этот колокольчик, чтобы он был здоров, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Вот теперь все. Субтитры сделал DimaTorzok